Пошло совсем немного времени с того момента, как мы начали сражаться с монстрами, и наш персонаж стал весьма не слабым, но это ещё далеко не конец, поэтому с вами продолжаем играть Дейс Байгон, с вами, как обычно, Кристалл, и продолжаем! Ну и тем временем я подзаморочился и прошёл уже до, получается, сорокового дня, и означает, что у нас уже дальше будет только интересно и происходить, потому что должно будет открыться ещё больше любопытных вещей, и самое главное, что у меня появилось, это новая, получается, характеристика, конкретно снаряды, получается, судя по всему, у меня будет стоить столько больше снарядов, поэтому я очень хочу попробовать эту способность прокачать, поэтому деньги, что я накопил, сразу же в неё и вложу, чтобы снарядов стало гораздо больше, следующий левел как раз-таки позволит мне сделать 4 снаряда, судя по всему, и будет любопытно дико на это посмотреть, ну и сразу дэмэдж давайте прокачаем, попробуем заценить эту тему в компании, ну и, наконец-таки, мы с вами открыли уже эпическое оружие, получается, у нас первое, так вот, есть летающее копьё, которое, офигеть, просто жесть какая, ха-ха-ха, вот этого я не ожидал, что прям вот так вот будет, ребята, короче говоря, вообще никто против нас не сможет теперь выстоять, то, что у нас эпическое копьё, которое нереально жёсткое, при этом это ещё не легендарка, и так как прошлая серия набрала 3000 лайков, то сегодня я ещё и легендарочку вам открою, ребята, так как обещал всё же рандомную легендарку открыть, поэтому открою, так что нужно будет сейчас зачистить нам локацию, и будем мы сейчас всех зачищать на этой локации, получается, ну, по-быстренькому это будет, чё, думаю, нам с таким количеством копий, мне вообще никто не проблема. И, ребята, сразу скажу, что если наберётся 4000 лайков на этой серии, то я открою ещё одно легендарное оружие, или же легендарного героя, ещё которого можно же здесь также открыть, поэтому, ребята, вы знаете, что делать, давайте ставьте лайки, и 4 косаря набирается, мы с вами откроем ещё кого-нибудь легендарного или что-нибудь легендарное. Ну и всё, по идее, у меня достаточно даймондов, теперь мы можем с вами пойти и купить уже, получается, легендарное оружие за рандомий, 240 гемов стоит, надеюсь, оно реально того стоит, и легендарное оружие будет реально поистине легендарным, и надеюсь, что лайк вы, конечно, поставите в любом случае, но если 4 косаря наберётся, то мы с вами откроем либо ещё одно легендарное оружие, либо же легендарного героя ещё, откроем, я, наверное, опрос где-нибудь запущу, чтобы в случае чего вы узнаете, что лучше героя будет в следующей серии открыть, или же ещё одно оружие. Ну и давайте уже приступим к открытию, а то дико любопытно, что же у нас будет, так, легендарочка поехала, такс, и он не горит куда-то, а, то есть он не просто, он даже ничего не... Экскалибур, вау, ну, оружие само по себе звучит, конечно, эпично, экскалибур это, конечно, что-то с чем-то, по идее, должно быть, такс, у него пробивные снаряды, судя по всему, на 4 слота он, причём, что пробивные снаряды второго уровня, что довольно-таки любопытное, плюс экскалибур 42-го уровня, в отличие от моего копья, который всего лишь 17-го уровня, поэтому фигачить оно должно, ну, прям хорошо, так, по идее, и ещё плюс у меня есть парочку контейнеров, но нужно продать оружие старенькое. Но кто его знает, вдруг мне повезёт на ещё одну легендарку или на ещё один эпик, как минимум хочется посмотреть, поэтому надо бы все контейнеры открыть, я с боссов получил ещё пару штук, поэтому сейчас быстренько открою, если будет что-то прям крутое, я покажу уже крутой вариант, а то сейчас у меня в основном будет падать, скорее всего, обиленькое, ничем не примечательное оружие. Ну и остаётся у меня последний контейнер, давайте его скроллим, смотрим, выпадет ли что-нибудь или нет, до этого у меня ничего нормального не упал, падали синие вещи, белые вещи, но ничего прям супер особенного такого не дропнулось, поэтому пока сдаю нечего, там гатлин какой-то, миниган или что-то типа того было, блин, я бы хотел себе миниган, так гораздо круче было бы, чем экскалибур, ну да ладно, экскалибур, возможно, тоже сейчас покажет нам просто какую-нибудь мега-крутую тему, кстати, давайте ещё героя за суммоне, у меня есть билетик, поэтому можно выбить кого-нибудь, так, ГВН, это у нас стандартный герой, ничего особенного не выпало, да? Так, окей, погнали-то, посмотрим, насколько экскалибур экскалибуристый, насколько он жёсткий, насколько он мощный. Так, ну, выглядит это, конечно, да, скажу вам, что по убийственной мощи это гораздо жёстче, в том плане, что мечи больше дэмэджа носят, пробивая точно уже всех насквозь, получается, и копьями управлять не надо, ему просто можно заспамить весь экран и всё, по сути. А, поэтому, вроде как, экскалибур поимбовее, плюс, если ещё руны появятся в ближайшее время, то, скорее всего, я смогу тогда сделать довольно-таки любопытную вещь, в плане того, что, скорее всего, я ещё и усилить смогу свой экскалибур, хотя к тому моменту, наверное, я ещё одно оружие открою, хотя, зависит, конечно, от ваших лайков, 4 косаря наберём, не наберём, всё же, если набираем, то открываем ещё одну пушку, может быть, не выпадет ещё один экскалибур, а может быть, не выпадет уже миниган какой-нибудь, или базука, там базука есть, ещё какое-то было оружие легендарное, по крайней мере, списка, что у нас пролетало, то, что я успел заметить. Ещё у игры какой-то странный баг начал происходить, реклама почему-то не работает, это немножко подбешивает, то, что я хочу получить дополнительный бонус, а мне игра такая говорит, нет, чувак, сегодня ты бонус свой не получишь. Единственное вот, что не нравится мне в легендарке, что она слишком обычно выглядит, что ли, типа, это экскалибур, хотя бы, знаете, была бы какая-нибудь у него анимация особенная, что ли, вот как у летающего копья, ты прям такой, вау, летающее копье эпического качества, выглядит оно такое, типа, вау, прям, а тут просто мечами сами кидаёмся, да, это экскалибур, ну, хотя бы какой-то спецэффектик бы на него надо добавить, но да ладно, в принципе. Самое главное, что он выполняет роль свою более чем безупречно, потому что дамажит он, ой-ой-ой, как больно, стреляемый им, ой-ой-ой, как быстро, и, в общем-то, всё у него, ой-ой-ой, как жёстко. Причём, что самая фишка, что у него, вроде как, а за счёт того, что пробивная сила второго уровня, то он не сб... а, нет, он сбрасывает урон, получается, ну, по 90 был с пробивными снарядами, но там почти что 90% дэмэджа терялось сразу же, у этого почти что не теряется урон, то есть, получается, что прям пробивная мощь у него адовая, и это самый главный пункт в его легендарке, получается, за счёт чего он легендаристый такой, за счёт того, что он может пробивать всех насквозь, и при этом урон особо у нас не теряется, и это, конечно, очень круто. Кстати говоря, догадываюсь, где нужно брать руны, по крайней мере, это звучит более-менее логично, что нам нужно будет ходить в экспедиции, чтобы получить те самые у нас, получается, руны, так как в экспедиции можно, наверное, их получить, это как артефакт какой-то, какие-то руны, наверное, нужно будет дойти до 60-го дня, и там они как раз-таки откроются. Кстати говоря, если вдруг вас интересовал вот этот вот розовый, точнее, фиолетовый новый зомби, короче говоря, он может уходить в астрал, и в этот момент я его дамажить не могу, получается, снаряды просто пролетают в никуда, а потом через время они снова, эти ребята, появляются, и их снова можно дамажить. Короче говоря, неприятные типы, это такая невидимость, но если была бы невидимость, я бы их дамажил, а это получается, что они в другой мир, в астрал какой-то отправляются, я их задеть не могу. Так, ну что, 44-й день у нас выполнен, давайте следующий. Я хочу скорее взять апгрейд, чтобы у нас 4 снаряда летело, потому что, как раз-таки, это будет очень даже зрелищно выглядеть. 3, конечно, более-менее как-то правильно, что ли, выглядит. Типа 3 меча вылетают такие, как бы, красивенько, но 4 все же поубойнее будет, как-никак. Красота нас сильно не волнует, мне интересует именно урон. Хотя, чем больше снарядов, в любом случае, это красиво. Если я там потом буду кидаться сразу 50 мечами за секунду, то весь экран забивать оружиями своими, то будет, наверное, тоже довольно-таки зрелищно. Интересно посмотреть еще, знаете, на что? То есть, блин, зря я, наверное, убрал свой П-90. Точнее, как бы, продал его, надо было оставить, по той причине, что мне было любопытно, а как будут патроны выглядеть? То есть, будет 3 снаряда вот так в рецептную вылетать из одного оружия? Или 3 снаряда друг за другом будут лететь? Вот это любопытно мне. Но пока что не узнаю. П-90 у меня нет. Сейчас должен будет босс выйти, и мне любопытно, насколько долго этот босс проживет. Так, бобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобоб Просто ежесекундный Он моментально сбривается у нас Так, плюс контейнер, сейчас как раз таки попробуем Еще оружие выбить, может не повезет Судя эти 2% мне создадут еще Точнее я попаду в эти самые 2% И выбью себе легендарку еще за бесплатно Кстати говоря, открылись у меня 2 способности Получается из второй вкладки магии Пока что не пользуюсь ими, но по идее Это Гейл и Глейс Сиалприсон То есть получается можно так же замораживать Чуваков будет, а я потом их разблокирую Сейчас просто скиллами практически не пользуюсь В будущем я конечно же их Разблочу, когда мне потребуется уже магия Так, ну давайте еще один контейнер Заскролим, к сожалению реклама у меня не воспроизвелась Поэтому всего лишь один контейнер у меня Так бы было хотя бы 2, но опять выпала Хрена тень, сюрикен, сюрикен Меня не интересует, так, просто продаем Его тогда получается Так, что у нас здесь, с магией мы закончили с вами Нас интересует так же скорее 60-й день, чтобы в эту экспедицию Наконец-таки попасть, но это блин непросто Ну и 50-й день откроет еще одну Какой-то статут для меня, но я хочу купить себе Projectals получается, теперь у меня 4 будет снаряда Вылетать, 4 меча Вы просто представьте себе, насколько это жесткое Ну и все деньги конечно улетели на эту тему Но я надеюсь, что сейчас реально будет По 4 меча вылетать Ну да, слушайте, не, я думал, что 3 меча Будет красивее выглядеть, когда я их буду бросать Но 4 меча тоже довольно-таки зрелищно выглядят Правда потребуется еще пару миллиардов Чтобы мы с вами смогли Купить 5 мечей, наверное, потому что прокачка Будет стоить 1015, наверное А то и 20, чтобы я получил 5-й меч Но в принципе пока что и этого с головой хватит Как мне кажется Теперь моя задача дойти до 50-го дня Чтобы мы с вами смогли Открыть получается следующую какую-то стату Следующую характеристику У меня есть скорость, у меня есть криты, у меня есть отталкивание У меня есть количество мечей, у меня есть хп, мана Я даже боюсь представить, что может быть следующим Тогда у меня какая стата Если только усиливать напарников, может быть Или как Или шанс того, что может быть я брошу еще больше оружия Или может они рикошетить начнут Я просто даже боюсь представить, какая следующая стата А может, потому что самые станы вроде как у меня уже есть Для нападения Но Узнаем, когда уже дойдем до 50-го дня Это конечно будет Не максимально быстро Но благо магия монтажа Всегда присутствует Поэтому могу вам уже показать Когда мы с вами сражаемся на 50-м дне А вот и 50-й день у нас пошел Получается Сейчас мы с вами и с боссом сразимся Заодно и что-то новенькое У нас после этого босса должно будет открыться И надеюсь, что это будет что-то тоже имбовенькое Довольно единственный минус, что у меня денег пока не так много И, к сожалению, бонус рекламы у меня почему-то перестал работать Но надеюсь, что на следующий день К следующей серии это уже исправится А то без двойного бонуса Это как-то такое себе, знаете Так, ну да ладно Ничего страшного В любом случае Если что, я вне серии могу посидеть в данже И там набить себе денег Там, по крайней мере, можно до бесконечности сражаться И самый простой способ Там набивать бабло Плюс ключи падают Которые мы с вами можем обменять на тикеты героя Или же на этих, получается На оружие Также рандомно Можно, конечно, деньги обменять так же Но денежек там что-то как-то маловато дают Поэтому я не особо пока это расцениваю Если будут тысяч по десять давать мне за ключи То я, в принципе, подумаю Да, может быть, будет и неплохое вложение Так, пока что, ну, спорненько так Окей Мы, в общем-то, завалили сейчас всех красных динозавриков И должен выйти босс Который сейчас потерпит Ох ты, ё-моё Дьявол какой-то вышел Нифига себе Так, и он просто на пролом ко мне идёт Нифига себе Ты прочный парень Так, давай-ка мы тебя немножко охладим Ты, конечно, горячий, парень Ну, немножко заморозься, пожалуйста Так, вау-вау-вау-вау-вау Нифига себе ты Ничего себе Ядрить-то колотить Вообще его как убьют Ага Окей Ладно, это, видимо Он всерьез так проводит А потом начинается всё заново Так, давайте его заморозим Желательно И, в принципе, всё равно его победил Ну, это прям мощный босс, скажу я вам Хотя хп не особо он не отнял Но сам по себе он довольно-таки суровый Парень, я бы сказал Так, и что у нас новенькое открылось? Критический урон получается Ну, в принципе, да Логично было, что критикал дэмэдж Должно было появиться А дальше чё теперь Опа, на Так, вот это уже любопытно Какое-то дерево у нас появилось Ага То есть можно сбросить прогресс И я получу, получается, вот эти вот капельки Интересно, конечно А вопрос с оружием Это моё пропадёт или нет тогда? Я, по крайней мере, сразу это делать не буду В любом случае сделаю только тогда, когда Мы с вами прям очень далеко дойдём Тогда это будет иметь смысл Хотя высветился тут магазин Оказывается, эликсир всё же можно за кристаллы получить Поэтому, в принципе, я могу попробовать получить это за кристаллы Возможно, даже можно получить Нет, за данжен ключей нельзя, к сожалению Но, в принципе, окей Так, кстати говоря, давайте купим с вами ещё один геройский билет Может быть, мне повезёт Сейчас дропнется ещё один товарищ Какого-нибудь высокого качества Кто его знает? Может, мне повезёт? Нет, снова Хэнк выпал И вроде как я могу Хэнк улучшить, судя по всему Так, этот левел 2 стал, так И асцент Ну, мы можем вроде как улучшить его Но если наберём 50 уровень Ну, пока что это далековато, я бы сказал Ну, короче, игра интересная Дерево Может быть, я как раз-таки потрачу кристаллов Чтобы купить потом эти штук И посмотреть, что будет Судя по всему, мне нужно 28 эликсиров Чтобы я смог какой-то скилл открыть Ну, в принципе, я могу попробовать обменять, да? Давайте попробуем Чисто из интереса Мне просто любопытно, что это за штука такая Так Так И я открываю скилл Разрывная сила Просто здесь процентов критикал дэмэджа А, конфёрм И... А, то есть вот так он открыв... А, вот как-то работает То есть мы с вами тратим Получается Эти эликсиры И у нас появляется какая-то способность И она вроде как на нас работает Получается А потом мы её с вами можем прокачивать Он звучит довольно-таки интересно Ну ладно, давайте пока открывать Пока есть возможность Такс Моб слэйр Увеличенный урон по мобам В принципе, тоже хорошо Так, и всё Последний я трачу И у нас открывается Что ещё? Инспайр Это хиро дэмэдж ещё возрастает Ну хорошо Это при том, что мы потом ещё бустануть Это можем ещё раз В принципе, тогда я могу это делать За гемы, за кристаллы Если будет там набираться лайков То я в любом случае буду покупать Ещё кристаллов Чтобы открыть легендарочку там Или легендарного героя По поводу открытия А потом ещё на остатки Возможно, буду докупать Эликсиры эти самые Так, ну давайте посмотрим Насколько я ещё сильнее стал По идее, урон должен был возрасти 51-й день На 60-м дне Если что, у нас должно будет открыться Экспедиция И там будет довольно-таки интересно Что там ещё Ну, урон вроде как Я стал на единичку больше наносить Вроде как Но я не уверен Вроде бы я до этого По 39-38 бил стандартным ударом Вроде бы на единичку стало больше Но, в принципе, сейчас на единичку В дальнейшем будет ещё больше С каждым разом Самое главное, что эти навыки Мы с вами открыли, получается И я в дальнейшем могу их прокачивать Там ещё какие-то перки, правда, есть Видимо, можно ещё какой-то перк себе выбить Крутой Но, видимо, там тоже как повезёт Возможно, перки Это легендарка считается Среди вот этого дерева Дерево классов Дерево навыков Не знаю, как это правильно назвать Но, в общем-то Мне нравится, что постоянно Какие-то новые фишки вбрасываются Типа, ты такой Думаешь, да там уже вроде бы Просто ничего нового Наверное, и не откроется Бам! Тебе такое дерево скиллов Держи Можешь сейчас ещё вот тут Навыков себе забустить Думал, скорость атаки больше поднять себе нельзя? Нет, можно Просто немножечко другим способом Вот так вот Через дерево, например Но я просто уверен, что там наверняка есть рунка Которая позволит поднять скорость атаки ещё Кстати говоря, у меня появился стальной забор теперь Так, окей Вот уже экипируем Будет поэпичнее Следующая, кстати Не написано, кстати Когда откроется следующая штука Возможно, даже уже ничего нового-то не откроется у нас Так Я, правда, ещё хотел бы качнуть урон, наверное Давайте я вложусь в урон 66-й уровень, как-никак Чтобы у нас дэмэдж был А то у меня вообще по урону как-то скромненько Так, ну и давайте ещё Получается Баттл Экспедиция Скоро времени у нас уже будет экспедиция Совсем немного осталось Так, во Остальной забор Экскалибур Смотрится вместе Это, конечно, прикольно Я хочу ещё, блин, героя себе Какого-нибудь крутого Который будет ещё нам прям сильно помогать Если есть герой Если есть герой, который как бы не атакует А запортит и чисто меня сильнее делает Это было бы очень клёво Там, например, он повышает мне урон Там, критикал шанс Урон Крита Само по себе Чисто за то, что этот герой рядом со мной стоит Это было бы гораздо более прикольно Просто Нужно одного какого-нибудь атакующего Одного саппортящего Получается Это было бы классно Но не знаю, есть такие или нет Здесь Списка героев как-никак не прилагается Можно узнавать только по мере того Как мы будем их открывать Так Ну и самое главное К следующей серии ещё ключиков, думаю, нафармлю А чтобы сами смогли Ещё парочку героев открыть Возможно Мне вроде как как раз-таки У нас скоро времени сбросится счётчик И можно будет уже Купить их подешевле Просто раз в день сбрасывается счётчик Вроде как И цены обнуляются На ключи На стоимость, точнее, билетиков всяких Поэтому это прикольно Такс Ну что, мы с вами 52-й день уже с вами зачистили Прям хорошечно так получается И быстренько Вообще без особого напряга С экскалибром идёт Ну, в общем-то, ребята Если вы захотите продолжения Поддержите лайками Обязательно с вами Заценим легендарное оружие ещё раз Или легендарного героя Или, может быть, эликсиров я куплю Я не знаю, как вы хотите Куда бы я их реализовал Может быть, справа сверху Если я не забуду Поставлю опрос И можно будет посмотреть Что вы вообще по этому поводу Думаете Что лучше было бы прикупить Или, может быть, вообще эликсиров Чисто, чтобы дерево прокачать Покруче Или же ещё одну пушку новую Чтобы выбить себе Какой-нибудь там Миниган Или что-то типа того Просто, возможно, легендарное оружие Стоит подождать ещё Пока мы не дойдём до Хотя, в любом случае Я, наверное, не сирии дойду до Подземелья этого Получается, до экспедиции И мы там уже посмотрим Что вообще да как будет В общем, главное Лайки ставьте Четыре костря набираем Будет вам всё то, что я вам и говорю То, что вам обещаю Обещаю Также подписывайтесь на канал, ребята Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать ролики По самым новым игрушкам С вами был, как обычно, Кристалл Всем удачи, всем пока